Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы продолжаем читать самую удивительную, самую необычную, самую таинственную из всех книг Священного Писания. Чем так необычна эта книга? Эта книга не говорит непосредственно о Боге, не говорит о том, как мы должны выстраивать свою жизнь. Тут нет чудес, пророков, пророчеств, святых. Тут есть только одно — Любовь. Эта книга называется «Песнь песней». Сегодня мы прочитаем шестую главу «Песни песней» Соломона в переводе российского библейского общества. Он незначительно отличается от синодального перевода. Вообще, библейскую поэзию очень трудно переводить, да и любую поэзию. Ведь надо сохранить ритмику стиха, звучание, размер, еще и передать содержание. Даже когда мы имеем дело с обычными стихами, это практически невозможная задача. Тому переводчику, который занимается переводом стихов, самому необходимо быть поэтом. И самые значительные переводы разных стихотворных произведений действительно выполняются великими поэтами. Но когда мы говорим о «Песне песней», то эта невозможность становится невозможностью в квадрате или в кубе, потому что язык, на котором написана «Песнь песней», очень сложный. Это особый извод древнееврейского языка, «Иврита». В «Песне песней» некоторые слова просто непонятны для нас, для современного читателя. Мы не знаем, что означают эти слова. Но самое главное, что почти каждое слово многозначно. И автор или составитель этой книги «Песнь песней» специально использует эти слова для того, чтобы эти смыслы играли между собой. Когда мы читали первую главу, то мы говорили о том, что слова «любить», слова «целовать» и «поить» — это одно и то же слово в древнееврейском языке. И когда говорится о том, что «пусть напоит он меня», то это же самое может значить «пусть целует он меня». И вот таких вещей в «Песне песней» очень много. Очень много игры на созвучь их слов. Можно сказать, что в «Песне песней» множество подтекстов, множество смыслов. И каждый перевод передает лишь какую-то часть этих смыслов. Но вот мы будем читать по переводу российского библейского общества, который выполнен Яковом Эделькиндом. Пятая глава была посвящена очень важному эпизоду. Трудно выстроить какой-то внятный сюжет в «Песне песней». Можно сказать, что это бессюжетное произведение. Оно говорит о любви, а любовь настолько таинственна, что не укладывается в какой-то вот такой простой, понятный сюжет. Но вот некий эпизод мы определенно можем вычленить в повествовании пятой главы, когда поздний вечер героиня, невеста приготовилась ко сну, и вдруг приходит герой. Жених. Он просит, чтобы героиня пустила его. Она говорит, я не могу встать. Я уже приготовилась ко сну. Я сняла свою рубашку. Неужели я снова буду ее одевать? Я умыла свои ноги. Неужели я снова буду их пачкать? И вот в этот момент герой протягивает свою руку сквозь какое-то отверстие, которое было в звери, кладет ее на засов и не открывает зверь. И это очень важно, потому что это показывает то предельно деликатное отношение, которое есть у героя. он не проявляет никакого насилия. Он может войти, он может отодвинуть этот засов, он показывает это, кладя руку на засов, но он не делает этого, пока она сама не скажет, входи, я жду тебя. И вот когда она, героиня, понимает, что он оставляет ей полную свободу, понимает, какова его деликатность, он жаждет ее, но не нарушает неприкосновенность ее жилища, пока она не скажет, не нарушает ее неприкосновенность. И вот когда она это понимает, она говорит, душа моя вострепетала во мне, она сама встает ему навстречу, желает распахнуть зверь, но его нету, он ушел, исчез, и она ищет его, подвергаясь многим опасностям. И вот шестая глава является продолжением этой истории. Она ищет его, встречает девушек Иерусалима, и они говорят, куда же ушел твой милый, красавец из красавиц, куда же твой милый отправился, давай поищем вместе. И она отвечает, милый сошел в свой сад, в бальзамовой роще, там он будет пастись посреди садов, там лилии будет срывать, милый мой, а я его, он среди лилий пасется. Как мы уже неоднократно говорили, у «Песни песни» есть множество толкований. Кто эти герои, кто это он, кто это она. И одно из основных толкований говорит нам о том, что он — это Бог, а она — это душа человеческая. И вот Бог с такой же деликатностью относится к человеческому сердцу, как этот герой к своей возлюбленной героине. Он тоже не входит. Он говорит, я стою у двери и стучу, и не входит до тех пор, пока душа сама не откликается, пока человек сам не хочет впустить Христа в свою душу. И когда душа ощущает этот стук, этот зов Божий, и эту деликатность, эту дивную свободу, которую Господь оставляет человеку, то душа откликается и начинает искать Бога. И множество всяких искушений, неприятностей, сложностей могут быть на этом пути. Это очень непростой путь поиска Бога и опасный. В пятой главе говорится, что стражники напали на нее, изранили, избили, сорвали с нее одеяло. И вот через многие испытания душа ищет Бога. «Где он, твой Бог?» как бы спрашивают девушки Иерусалима, другие люди. И она говорит, «Он в прекрасном саду. Он сошел в свой сад, в бальзамовой роще. Там он будет пастись посреди садов, там лилии будет срывать. Милый мой, а я его. Он среди лилий пасется». И мы знаем, что Царствие Божие действительно очень часто описывается именно как сад, как прекрасное место, где растут дивные цветы, плоды. Это образ того, какую красоту, какую сладость, какое блаженство, если говорить более библейским языком, дает Господь любящим его. Душа, познавшая Бога, познавшую Божественную Богодать, тянется к этому саду, хочет попасть туда, где Он обитает. Это не всегда просто. Если от библейской литературы обратиться к светской, то можно вспомнить знаменитую книгу Льюиса Кэрролла, диакона англиканской церкви «Алиса в стране чудес». Эта книга активное такое действие, в ней начинается с того, что героиня Алиса тоже видит прекрасный сад и не может войти туда, потому что она не подходит, она не такова, чтобы иметь возможность войти в этот сад. То она слишком большая, а вход в этот сад слишком маленький. То она стала маленькой, но нет у нее ключика от дверца в этот сад. Ей предстоит много пройти всяких сложностей, приключений перед тем, как она войдет в этот сад. И вот здесь душа знает этот сад, но сразу войти туда нельзя. Дальше говорится о том, как жених зовет свою невесту. «Ты красивая, любимая, словно терца, как Иерусалим прекрасна, грозна, как орать под знаменами. Отведи от меня глаза, твой взгляд смущает меня, твои волосы, как стадо коз, что сбегает по склонам Галаада». Господь смотрит на душу человеческую и видит ее красивой. Когда мы видим другого человека, прежде всего, таков наш взгляд, к сожалению, после грехопадения, мы видим недостатки, слабости, изъяна другого человека. А Господь смотрит в глубину человеческого сердца и видит то, о чем когда-то Тертулиан сказал, душа человека по природе – христианка. в самой глубине, сколько бы ни было на поверхности страстей, какой-то греховной болотной жижи, внутри есть чистый источник, то, что самим Богом сотворено, та красота, которую Бог нам даровал, то богатство внутреннего мира человека, которое дано нам от Творца. И вот эту красоту видит в нас Господь. Ты красивая, любимая, словно терца, как Иерусалим прекрасна. Тирца и Иерусалим – это две столицы древнего Израиля. Как мы знаем, израильское царство после смерти Соломона разделилось на два – собственно Израиль и Иудею. И вот эти два древних города стали двумя столицами. Между прочим, упоминание этих городов свидетельствует о том, что эта книга действительно очень древняя, гораздо более древняя, чем говорят некоторые современные ученые, исследователи. Тирца – этот город, который был заброшен, оставлен и практически перестал существовать в более позднюю эпоху. Вместо него появился другой город – Самария. А вот этот город был уже практически никому неизвестен. Тот факт, что здесь вот эти два великих города упоминаются почти как равнозначимые, «ты прекрасна, как Тирца, как Иерусалим, прекрасна», говорит о том, что, когда жил автор, то эти два города были равнозначимыми, равновеликими, равноизвестными. Похоже, что это свидетельствует о том, что все-таки царь Соломон, при котором эти два города еще даже не были двумя столицами, это были два великих города одного неразделенного царства. Похоже, что это может свидетельствовать о том, что к нему, к его эпохе восходит этот текст. «Ты грозна, как рать под знаменами». Хорошее сравнение для девушки. Девушка сравнивается с войском. Действительно, в любви есть что-то страшное, что-то такое, что может устрашить как войско со знаменами. Что это? Почему, когда происходит венчание, читается апостольское чтение, в котором, среди прочего, говорится, что жена должна бояться своего мужа? Что это за страх такой? Конечно, это не тот страх, который может быть перед каким-то грозным начальником. Муж — это не кто-то вот вроде директора паспортного стола, который вот «это я разрешаю, это не разрешаю», и вот боишься как бы не нарушить его постановление. Не об этом говорит апостол, не об этом говорит священное писание. Но настоящая любовь действительно страшна. Если капитан ведет корабль, стоит на капитанском мостике, и он решительный, он уверенный, и он таков, что команда знает про него, что если надо будет, он жизнь свою отдаст за эту команду, за свой корабль, за своих друзей, ничего не боится, смело ведет корабль вперед. команда будет страшиться такого командира. Не потому, что он может наказать, а потому, что он любит, так что жизнь готов за них отдать. Вот об этом страхе говорит священное писание. Вот таким образом, таким страхом должна жена бояться мужа. Если муж любит жену так, что жизнь за нее готов отдать, и делает это изо дня в день, страшно нарушить эту любовь, страшно огорчить человека, который так любит, страшно что-то сделать против этой любви. Любовь страшна, и невеста, которую любит жених, сравнивается с ратью под знаменами. Отведи от меня глаза, твой взгляд смущает меня, твои волосы как стадо коз, что сбегают по склонам глада, твои зубы словно стадо овец, что выходит из воды после купания, у каждой близнецы ягнята, как половинка граната твоя щека за твоим покрывалом. Здесь описывается невеста почти теми же словами, которые мы уже читали в четвертой главе. глава кое-что добавляется того, чего раньше у нас не было. шестьдесят ответственной. И вот здесь герой, который вроде только что был пастухом в прекрасном саду, снова становится царем, снова описывается как царь, как царь Соломон, у которого огромный гарем, множество жен, наложниц, множество девушек окружают его. Но одна она героиня любимая несравненная. И вот если вернуться к аллегорическому толкованию, тоже говорит Бог каждой человеческой души. Столько людей в мире. И тем не менее каждая человеческая душа является для Бога единственной несравненной. В Евангелии есть притча об этом. пастух, у которого сто овец. Если знает, что одна овечка потерялась, заблудилась, всех оставляет и идет искать эту одну. И когда находят ее, радуются о ней больше, чем о девяносто девяти, которые никуда не пропадали. Вот так относится Господь к каждой человеческой душе. Кто она, чей взор, как заря, прекрасная словно луна, ясная словно солнце, грозная, как рать под знаменами. Новые образы для описания невесты. Она и солнце, она и луна, она и рать под знаменами, о чем мы уже говорили. с одной стороны, она и луна, потому что она светит отраженным светом. Та красота и то сияние, которое есть в каждой человеческой душе, она не сама по себе явилась. Это отражение Божьей красоты. Человек сотворен по образу и подобию Божьему. И таким образом с луной сравнивается человеческая душа. С другой стороны, для окружающих человек может быть солнцем. Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся, говорит преподобный Серафим Саровский. Если человек сумел тот свет, который в нем есть, раскрыть и дать этому свету светить для остальных людей, свету любви, то он становится солнцем для всех близких, для всех окружающих. Смотри, свет, который в тебе не есть ли тьма, говорит Христос своим ученикам, нам с вами. Вот мы как-то пытаемся что-то делать для своих близких, что-то исходит из нас, но не тьма ли это по большей части? Пусть просветится свет вас перед человеком, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего небесного. Вот так должен светить человек. Вы свет миру, вы соль земли. человек должен быть луной, которая становится солнцем, освещая путь для своих близких. Кто она прекрасная словно луна, ясная словно солнце, грозная как рать под знаменами? Я сошел в ореховый сад посмотреть на зелень долины, распускаются ли лоза, цветут ли гранаты, что со мной, сам не знаю, она вознесла меня на колесницу знати. Вот такими словами заканчивается шестая глава книги «Песнь», песней Соломона. Мы читали эту книгу в переводе российского библейского общества для библейского портала Экзогет. «Песнь»